Видеть перед собой достойный пример важно всем детям, но особенно он нужен тем, кто уже успел оступиться. Несмотря на то, что сейчас Владимир Миняев чемпион Европы и мира, детство будущего спортсмена пришлось на лихие 90-е. Поэтому он прекрасно понимает, в какой сложной ситуации могли оказаться несовершеннолетние преступники, обвиняемые и подозреваемые. Пагубное влияние улицы я на все тоже ощутил. Тем более в Новогордине, но особо ничего не поменялось, наверное, за это время. Все-таки такие же порядки, такие же понятия у ребят на улице. Применение силы, по мнению чемпиона, возможно только легально, для достижения спортивного результата и защиты Родины. Будучи хорошо знакомым с культурой и блатной романтикой, Владимир Миняев мог и сам встать на скользкую дорожку. Но свою энергию решил направить в положительное русло, а именно на упорные тренировки. Спортсмен считает, что ошибиться может каждый. Главное – не совершать преступления повторно. В милицию, конечно, попадало не нужно. Думать, что там есть белый пушистый и все. Бывало всякое. Важно найти в себе те механизмы, те силы, чтобы больше не попадать. А для того, чтобы больше не попадать, нужно понять, что ты хочешь от жизни. Также Владимир Миняев в актовом зале управления встретился с сотрудниками уголовно-исполнительной системы и членами их семей. Боец ответил на вопросы о своем жизненном пути, поделился планами. Например, рассказал о намерении провести третий бой с Магомедом Исмаиловым. Юлия Руднева, Уллправда ТВ